Пятая книга Моисеева Второзаконие Глава седьмая Когда Господь, Бог ваш, Приведет вас в страну, завладеть которой вы идете, Он изгонит из нее не один народ. Хетов и Гиргошеев, Амареев и Ханаанеев Перезеев Хевеев И Евусеев Семь народов, более многочисленных и сильных, чем вы. Как только Господь, Бог ваш, отдаст их в ваши руки, И вы одержите над ними победу, Истребите их всех до единого, Предав заклятию. Никаких с ними союзов не заключайте, Никого не щадите из них, И в родство не вступайте с ними. Дочерей своих за сыновей их не отдавайте, И их дочерей не берите в жены для своих сыновей. Иначе они отвратят твоих детей от Господа, И те станут служить другим богам. Тогда разгневается на вас Господь, И вы скоро будете уничтожены. А посему вы так должны поступить с этими народами. Их жертвенники до основания сокрушите, Разбейте их камни священные, Их рощи о шире посвященные вырубите, И кумиры их резные сожгите. Ведь ты — народ отделенный, Чтоб святым быть у Господа, Бога твоего. Из всех народов, что живут на земле, Он, Господь, Бог твой, Выбрал именно тебя, Дабы стал ты особым его достоянием. Он благоволил вам И избрал не потому, Что числом вы превзошли другие народы, По сравнению с ними не так вас и много, Но потому, Что любит он вас, И верен клятве той, Что когда-то дал вашим праотцам. Потому он и вывел вас Рукой своей могущественной, Избавив от рабства, От власти фараона, Царя египетского. Знай же, Что Господь — Бог твой, Поистине — Бог. Он верен союзу, Завету любви неизменной, До тысячи поколений, С теми, Кто любит его И по заповедям его живет. Но и каждому из тех, Кто его отвергает, Погибелью он воздает, И с возмездием Всякому его отвергающему, Он не медлит. Подчиняйся же этому наказу, Установлением и правилам, Исполнять которые Я ныне тебе, Израиль, Повелеваю. Помни, Если будешь жить По этим правилам, Строго исполнять их, То и Господь, Бог твой, Будет верен Заключенному с тобой Союзу, Завету любви неизменной, Как он клялся Про отцам твоим. Будет любить тебя, Благословлять И сделает тебя Израиль Многочисленным народом. Он одарит тебя людьми И произведениями И произведениями земли Твоей Хлебом, Вином И маслом Оливковым. Благословит он Приплод твоих коров И твоих овец И кос на той земле, Которую он даст тебе, Исполнив клятвенное Обещание Про отцам твоим. Как ни один Другой народ Благословит тебя Господь. Не будете Бесплодны Ни вы, Ни скот Ваш. Защитит тебя Господь От всех болезней. Ни одной Из страшных Напастей, Известных тебе По Египту, Не допустит Коснуться тебя. Скорее Нашлет их На тех, Кто тебя Ненавидит. Ты Истребишь Все народы, Которые Отдаст тебе Господь Бог твой. Никого Из них Не щади, Чтобы не пришлось Служить Их Богам, И не стало То Западней Для тебя. Конечно, Вы можете Подумать, Эти народы Многочисленнее Нас, Сумеем Ли мы Их Изгнать. Не бойтесь Их. Помните О том, Что Сделал Господь Бог Ваш С Фараоном, Со Всем Египтом. Вы Своими Глазами Видели Страшные Бедствия, Знаменья И Чудеса, Руку Могущественную, Десницу Простертую, Который Вывел Вас Оттуда Господь, Бог Ваш. То же Самое Сделает Он Со Всеми Теми Народами, Которых Вы Боитесь. И Более Того, Господь, Бог Ваш Напустит На них Шершней, Пока Не Умертвят Они Даже Тех, Кто Оставшись В живых Прятался От Вас. Не Страшись Их, Ведь Господь Твой Бог С Тобой Бог Великий, Бог Страх Внушающий. Он Будет Постепенно Изгонять Эти Народы По Мере Твоего Продвижения. Тебе Не Будет Позволено Истребить Их Быстро. Не То Дикие Звери Расплодятся На Этой Земле Тебе Во Вред. Однако Господь Будет Отдавать Эти Народы Тебе, Повергая Их В Великое Сметение, Пока Не Окажутся Они Уничтожены. Отдаст Он И Царей Их В руки Твои, И Ты Даже Имена Их Придашь Забвению Под Небесами. Никому Не Дано Устоять Перед Тобой, Истребишь Ты Эти Народы. Их Резные Кумиры Непременно Сожгите, Не Смотри С Вожделением Ни На Серебро, Ни На Золото, Что На Идолах, И Не Бери Его Себе, Чтобы Не Попасть Тебе В Западню. Ведь Для Господа, Бога Твоего, Это Мерзость. Не Вноси Эту Мерзость В Дом, Иначе Ты Вместе С Ней Попадешь Под Заклятие. Для Тебя Эти Вещи Должны Быть Отвратительными И Мерзостными, Ибо Они Под Заклятием. Глава Восьмая Ревностно И Во Всем Исполняйте Наказ, Который Я Ныне Даю Вам. Тогда Вы И Живы Будете И Многочисленны. И В ту Землю, Которую Господь Клятвенно Обещал Пратцам Вашим, Войдете И Овладеете Ею. Помни, Израиль, Как Вел Тебя Господь Бог Твой Сорок Лет По Пустыне, Дабы Привести Тебя К Смирению, И Испытав Узнать, Будешь Ли Ты От Всего Сердца Следовать Заповедям Его Или Нет. Смирял Он Тебя Муками Голода, Но Он же И Насыщал Тебя Потом Манной, О Которой Не знал Прежде Ни Сам Ты, Ни Отцы Твои, Внушая Тем Самым, Что Ни Хлебом Единым Должно Жить Человеку, Живет Он Всем Тем, Что Из Уст Господних Исходит. И Все Эти Сорок Лет Одежда Твоя Не Изнашивалась И Ноги Твои Не Опухали. Помни, Что Господь Бог Твой Так Поступает С Тобой Как Отец Сыном Своим Наставляет И Наказывает Потому Следуй Заповедям Господа Бога Своего, Идя Тем Путем Который Он Указывает И Благогорей Перед Ним. Ведь Господь Бог Твой Ведет Тебя В Прекрасную Страну Бегущих Ручьев И Источников Орошающих Долины И Холмы В Страну Пшеницы И Ячменя Виноградных Лоз Смоковниц И Гранатовых Деревьев Оливковых Рощ И Меда В Земле Той Нуждаться В Хлебе Не Будешь Ни В Чем Не Будет У Тебя Недостатка В Камнях Там Железо Сокрыто А В Горах Ты Будешь Медь Добывать И Там Всякий Раз Когда Будешь Есть И Насыщаться Прославляй Господа Бога Своего За ту Землю Прекрасную Которую Даровал Он Тебе Только Смотри Не Забывай Господа Бога Своего Перестав Соблюдать Его Заповеди Указания И Правила Которые Я Ныне Объявляю Тебе Когда Будет У Тебя Обилие Всякой Пищи Когда Станешь Жить В Красивых Домах Тобой Построенных Когда Будет Расти У Тебя Поголовье Всякого Скота Крупного Рогатого И Мелкого И Будет Много Серебра И Золота И Всего В Избытке То Не Превознесись В Самонадеянности И Не Забудь Тогда Господа Бога Твоего Ведь Это Он Вывел Тебя Из Египта Где Жил Ты В Рабстве Он Провел Тебя Через Великую И Ужасную Пустыню Кишащую Ядовитыми Змеями И Скорпионами Провел Поисохшей От Безводья Земле И Это Он Заставил Скалу Гранитную Источать Для Тебя Воду В Пустыне Кормил Он Тебя Манной О Которой Не Знали Пратцы Твои Чтобы Смирять И И Испытывать Тебя Дабы Это Послужило Тебе Во Благо Да Не Придет На Ум Тебе Никогда Что Ты Своей Собственной Силой И Своим Собственным Умением Обеспечил Себе Это Благополучие Помни Что Это Господь Бог Твой Давал Тебе Силы Преумножить Благосостояние Дабы Исполнить Завет Свой Союз Заключенный С прадцами Твоими Скрепленный Клятвой Его Как То И Есть Ныне Знайте Же Если Позабудете Господа Бога Вашего И Почитать Будете Других Богов Станете Служить И Повергаться Пред Ними Для Поклонения Все Вы Заверяю Вас Истреблены Будете Из-за Непослушания Ему Погибнете И Вы Непременно Как Те Народы Которые Господь Уничтожает Пред Вами Псалтырь Псалом Восьмидесятый Руководителю Хора На Мелодию Гетит Псалом Асафа Крики Радости Да Возносятся К Богу Источнику Силы Нашей Возгласы Торжества К Богу Иакова Хвалебную Песнь Пойте В Бубны Бейте Играйте На Сладкозвучной Лире И Арфе В Новолуние В Рок Трубите Трубите В день Праздника Нашего На Полнолуние Это Устав Господень Для Израиля Чин Который Вел Бог Иакова Он Установил Его Во Свидетельство Для Иосифа Когда Пошел Войной На Египет Услышал Я Голос Мне Незнакомый Снял Ношу Я С плеч Твоих От Корзин Освободил Руки Твои Ты В Бедствии Своем Меня Призвал Я Спас Тебя Сокрытый В тучи Грозовой Я Отвечал Тебе При Водах Меревы Тебя Испытал Слушай Же Народ Мой Мое Предупреждение О Если Б Ты Только Внимал Мне Израиль Когда Я Говорил Тебе Да Не Будет У Тебя Иного Бога Чужому Богу Ты Не Поклоняйся Ведь Я Господь Бог Твой Тебя Я Из Египта Вывел Тебе Лишь Оставалось Открывать Уста Чтоб Я Питал Тебя Но Мой Народ Меня Не Слушал Израиль Мне Не Покорялся Дал Я Волю Упрямству Их Что Хотели Они То И Делали О Если Бы Народ Мой Слушался Меня И Шел Моим Путем Израиль Я Бы Скоро Смирил Их Врагов Притеснители Их Силой Своей Сокрушил Ненавидящие Господа Покорились Бо Ему И Смир И Смир И Смир И Я Питал Бы Израиль Лучшую Пшеницей Насыщал Бо Вас Медом Из Скалы Первое Послание Апостола Петра Глава Третья Так же И Вы Жены Повинуйтесь Мужьям Своим Дабы Те Из Них Кто Не Верит Благой Вести Безо Всяких Слов Самим Поведением Вашим Обращены Были В Веру При Виде Чистой Вашей Богобоязненной Жизни Не Внешним Должно Быть Ваше Украшение Оно Ни в искусном Плетении Волос Ни в золоте Ни в нарядных Одеждах Нет В глубине Сердца Ему Быть Должно В нетленной Прелести Тихого И Кроткого Духа Оно Вот Что Дорого Богу Именно Так Украшали Себя Когда-то Жены Святые На Бога Уповавшие Они Мужьям Своим Повиновались Сара Почитавшая Авраама Называла Его Господином Вы Дочери Ее Если Творите Добро И не Поддаетесь Никаким Страхам И Угрозам Так же И вы Мужья Должны Обходиться Со Своими Женами Разумно Каждый Оказывай Честь Жене Пусть Она И слабеет Телесно Однако По вере Она Сонаследница Благодатного Дара Жизни Тогда Ничто Не будет Мешать Вашим Молитвам И Вот Что Еще Будьте Едины Все В Мыслях И Чувствах Своих Преисполнены Будьте Братской Любви Милосердия И Смирения За Зло Не Воздавайте Злом За Оскорбление Оскорблением Наоборот Обидчиков Своих Благословляйте К Этому Призваны Вы И Только Так Обретете Благословение Сказано Ведь Кто Хочет Радоваться Жизни И Видеть Добрые Дни Пусть Язык Свой Удерживает От Зла И Уста От Речей Лживых От Зла Пусть Отвернется Он И Творит Добро Пусть Мира Ищет И К Миру Стремится И И Бо На Праведных Взор Господа Их Молением Внимает Он Но Он Всегда Против Делающих Злое Кто Может Причинить Вам Зло Если О добром Вы Родеете Но Если И Страдаете Праведности Ради То Блаженны Вы Пусть Не страшат Вас Ничьи Угрозы И Пусть Ничто Не Пугает Вас Только Чтите Свято В Сердце Своем Христа Господа Нашего И Всегда Будьте Готовы Ответить Всякому Кто Спросит Вас В чем Суть Вашей Надежды Кротко Отвечайте И Почтительно Не Поступайте С чистой Совестью Своей Дабы Хулящие Доброе Ваше Христианское Поведение Устыдились Своей Клеветы Лучше Если Это Богу Угодно За добрые Страдать Дела Чем За Злые Ведь И Христос Однажды Претерпел Муки За Грехи Праведник Он За Неправедных Пострадал Чтобы Привести Вас К Богу Умершвленный Во плоти Он К Жизни Был Возвращен В Духе Своем В Котором И Духом В Темнице Он Ходил Проповедовать Тем Кто Был Непокорен Во дни Ноя А Бог В те Дни Ждал Терпеливо Пока Строился Ковчег В котором Немногие Всего Только Восемь Душ Пронесенные Через Воды Спасены Были Тут Прообраз Того Крещения Через Которое И Вы Теперь Спасаетесь Не В том Здесь Конечно Дело Чтобы С тела Грязь Смыть Но В готовности С чистой Совестью Жить Перед Богом Через Воскресение Иисуса Христа Который После Вознесения Своего На Небо Прибывает По Правую Руку Бога И Ему Подчинены Ангелы И Власти И Силы 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 Силы